Ни копейки бюджетных средств. В селении Шара Лакского района разработали проект возрождения. Своими силами местная молодежь и выходцы, проживающие в городах, обустраивают социальные объекты, детские площадки, парки и места досуга. Почему шаринцы первым делом построили именно футбольный стадион, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Возрождение своего села шаринцы начали со стадиона. Еще пять лет назад на этой местности был заброшен колхозный сад и свалка. Сегодня такой арене позавидует любой район и даже некоторые города Дагестана. С первых дней стадион успешно выполняет свою миссию и сейчас это основное место скопления молодежи. Строили арену всем селом. Специально для этого открыт фонд, в работе которого обязан участвовать каждый житель. Так шаринцы пытаются повлиять на проблему оттока населения в город. Я бы не сказал, что это было первостепенно важным проектом в нашем селе, но и мы именно почему начали с этого. Потому что наша основная цель была объединение молодежи. Было очень много критики, было очень много сторонников. Говорили, что сад испортили, моменты всякие, но вы понимаете, не без этого. Но мы прошли, альхамдуллах, довольно-таки достойно через все эти разговоры, довольно-таки мирно. И пришли, пожалуйста, сами видите, какой результат. Строительство стадиона, уверены, здесь станет стартовым этапом возрождения села. На очереди обустройство молодежного парка, территории вокруг озера и детских площадок. Уже идет возведение большого зала для торжеств и проведения других общественных мероприятий. Ну, вы сами видите, какое огромное количество молодежи здесь собралось, какое огромное количество населения. Городские приезжают, социальную роль играет, воспитательную роль играет, играет роль переселения даже населения. Потому что люди приезжают, хотя бы на этот турнир видят, как прекрасно все, условия создаются, вода, водопроводы, дома и так далее. И я просто уверен в том, что это все будет способствовать тому, чтобы люди, если пускай даже не на постоянное жительство, хотя бы на месяц, свой отпуск будут проводить у себя дома. Потому что если мы создаем условия для них, то людям уже не надо никуда ехать. Никакую за границу, никуда. У нас все у себя есть. Официальное открытие стадиона проводили еще в прошлом году, но натуральное покрытие тогда не было готово к играм. Сегодня первыми газон опробовали команды высшей лиги любительского футбола. Это гости из Гуниба и коллектив Сирона в составе с восходящей звездой UFC, забитым Магомед Шариповым. Показательная игра стала своего рода мастер-классом. Зрители увидели голы на любой вкус. И хотя забить свой гол так и не забил, его присутствие придало команде хозяев уверенности. Итог матча 2-1 победа Сироны. Я сам начинал с футбола, с детства играл. Я сам слежу за футболом и на выходных, когда бывает, в свободное время играю. Очень приятно, что народ вместе что-то строит, помогает вместе. Если нет никакой другой помощи от государства, это очень приятно бывает, когда вместе что-то делают, помогают. И даже в городах нет такого условия для игры для детей. Шаринцам пожелаю, что вот эта практика их молодежи, то, что они делают, она тиражировалась во всей республике. Они молодцы сами, ребята молодые объединяются, создали фонд для села, условия создают. Те, кто в городе находится, не забывают своих корней, откуда они вышли. И для тех, кто в селе есть, людей условия создают. Поэтому, я думаю, в каждом селе должно быть такое начинание. Не на словах, а на делах, как здесь. Вслед за выставочным матчем организаторы объявили о старте пятого розыгрыша Кубка Лакского района. В спор за трофей вступили 12 команд. После групповой стадии борьбу продолжат по олимпийской системе на вылет. Призовой фонд турнира в этом году увеличился в несколько раз и составил 250 тысяч рублей. Итоги соревнований подведут 22 августа. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Лакский район.